Итак, будем знакомиться И по возможности познакомим вас пока Используя официальную историографию С знаменитым древнегическим историком и мифографом Родом из сицилийской Агирии Диодором Сицилийским Он нас интересует еще и тем Что у него есть некое описание и о Тавриде в том числе Диодор посвятил 30 лет созданию своих исторических сборников Библиотека Гистория И предпринял для этого, как сообщают, ряд путешествий Жил он, кстати, около 90-го и до 30-го года до нашей эры А в 50-х годах до нашей эры То есть в возрасте приблизительно около 40 лет Он посетил Птолемеевский Египет Где стал свидетелем расправы толпы над одним римским гражданином Случайно убившим священное в тех краях животное кошку Интересненько Только, ну вот представляете Вы приезжаете в какой-то край Знаете ли вы, обычно не знаете Но почему-то вы решаете убивать именно кошку Возможно Только через 25 лет, уже после смерти Диодора Император Октавиан превратит Египет в римскую провинцию Возможно мстя за убийство этого священного кошачьего животного Практически одновременно с Диодором, пижущим на эллинском И в основном об эллинах Создавал историю свою и своего народа Римлянин Тит Ливий, что знаменательно Тогда же и начал примерно к концу жизни Диодора действовать И описывать уже географию мира Знаменитый Страбон, о котором мы, так сказать, пытаемся что-то рассказать И докопаться о нем Но историческая библиотека Диодора состояла из 40 книг Разделенных на три части Первые шесть книг обзорные Описывают культуру, географию и историю древних государств Египта, книга первая Месопотамии, Индии, Скифии, книга вторая Северной Африки, книга третья Эллады и Европы, книги четвертая и шестая В следующей части книги седьмой и по семнадцатую Диодор излагает историю мира от Троянской войны до смерти Александра Великого Македонского Последняя часть имеет дело с эпохой Диодоха в книге восемнадцатая, двадцатая и до так называемой Гальской войны Юлия Цезаря Мало того, что он сам писал, тут еще надо было Диодору пересказать это все, ну на свой лад, так скажем, хотя отличий мало Сохранились фрагменты до тридцать третьей книги, то есть до событий, очевидцем которых был сам Диодор Слава Богу, что не сохранилось того, чего он уже не знал после себя Диодор собрал сведения от многих авторов Упоминает он и использует Гекатея Мелляцкого, Геродота, Иронима Кардийского, Дионисия, Дуриса, Клитарха, Ктесия, Мегасвена, Полибия, Поседония, Тимия и Ставромении, Феомпа и Эфора, ну и многих других Всего известно аж 87 имен эллинских авторов, на которых он ссылается в своем труде В своем сочинении он не слишком увлекался, однако анализом, скорее монотонно перечислял последовательность событий, вставляя целые фрагменты оригинальных авторов, что в нем в некоторой степени ценно Но историческая библиотека не является сочинением, как считают ученые-историки компилятивного характера В ходе изучения трудов Диодора было даже доказано, что в большинстве случаев, полученный из оригинальных источников материал подвергся, так сказать, литературной обработке Диодора Ну и еще добавим, что Диодор является единственным источником сведений о продолжительных исторических периодах И служит хорошим дополнением к периодам, освященным другими авторами Эпоха Диодохов, так называемая, у него отражена наиболее полно, как и история древней Лады, после персидских войн, до Пелопонезской войны, так называемой, после Фукидида Диодор Диодор единственный автор, благодаря которому мы знакомы с подробной историей Греции Пятого века до нашего эры, знаменательного и мифического времени Диодор допускает, правда, ошибки в римской хронологии Ну да что ему Рим, он Эллинин Что неудивительно для человека, для которого латинский, не родной язык А пользуется он другим выдуманным языком, так называемым греческим, жреческим Сразу во введении Диодор обращает внимание на наличие универсальной истории и хвалит их, авторов, за труды, помогающие всему человечеству Такая точка зрения на универсальность истории совпадает с постулатами стоиков Мы помним, что и Страбон, и Полиби, все они, так сказать, увлекаются этими учениями стоиков Диодор также указывает на то, что общечеловеческий опыт складывается из индивидуальных, но непростым суммированием Каждый личный опыт обладает внутренним тождеством с космической гармонией, божественным провидением Это и обуславливает, мол, универсальность человеческой истории Кроме того, миф для Диодора – это сохранившееся в истории отражение человеческого опыта Выражающего значение индивидуальной доблести для потомков в истории в целом Мы с этим вполне можем согласиться, но только не в рамках официальной историографии Ну и таким образом мифы историк использует не только системы, образующие цепью, но и как поучительные синтенции Там, допустим, какие-нибудь приключения Геракла или, так сказать, богов Олимпа Чтобы все, как говорится, соотносили свою реальность с действительностью прошлого Диодор считал, что сама идея целостного описания всемирной истории была воплощена им Причем для него крайне важно было включить в процесс мировой истории события, относимые к мифологическим времена Неудивительно, Том был ярким последователем Эвгемера и его концепцией обожествления героев Что позволяло связать мифическую и недавнюю историю соблюдения всех критериев историзма того времени Ну, как мы потом это в неком роде увидим и у Плутарха Диодор был современником, можно сказать, божественного цезаря Или его таким сделали А значит, по-нашему, Диодор жил в позднее средневековье И при так называемой эпохе возрождения они в то время Значит, тогда, когда и был этот, так сказать, Юлий, Цезарь Ну, советуем тут больше обратиться к вам, к Александру Кается, так его зовут, Таманскому Там прекрасно все изложено на тему Цезаря и Папы Юлия и так далее Более того, Эвгемеризм дает идею, объединяющую по Диодору весь культурно-исторический процесс Позволяет описать становление общества непростым перечислением фактов А дает причину развития Более того, эта причина одна является одновременно исторической и божественной Прекрасно! Все ведет опять к утверждению и, так сказать, внедрению в наше общество Теории эволюции и иудо-христианской так называемой морали И опять сделаем такую небольшую характеристику отношения к Диодору Как современникам, так и в будущем Потому что отношение к трудам Диодора менялось во времени Значит, время все-таки циклично, что ли? По неизвестной причине современники его не упоминают Хотя, как он сам сообщает, много путешествовал Заметьте, его не знают Это какие же современники? Просто всех этих современников разбросали по временам вглубь И, возможно, все они, эти современники, так называемые от истории Жили именно в то время, где и мы помещаем и Юлия Цезаря, и нашего Диодора То есть в позднем средневековье Возможно, он и не стремился, вот они говорят, к общению с личностями исторически нам известными И не афишировал написание своего труда На который у него ведь ушло около 30 лет То есть длительное время этот труд он не публиковал и никто не знал о нем А потом вдруг раз, и он оказался напечатан Ну, как известно, самые ранние печатанные издания находят, например, как издание 1746 года Ну, то есть 18 век, что ли Ну, ладно, не будем пока еще определять время появления самого сочинения для потомков Ну, длительное время Диодора, как историка, оценивали негативно Предобладало критическое отношение к его труду Ну, не зная еще бы, как бы, если не знаешь, то как относишься к тому, чего не знаешь Отмечалось некритическое отношение к первоисточникам Нередкая путаница в хронологии Указание вместо действительных причин событий Аналитического рассмотрения исторических фактов Известных предсказаний Предсказаний и предзнаменований То есть мистику нам не надо Однако, заметьте Возможно, что-то у него было верное, что нельзя было принимать И это все описывали как предсказания и предзнаменования Но вот в 19 веке в среде историков было крайне критическое отношение Вообще к античной исторической традиции как таковой Включая, разумеется, и историческую библиотеку Диодора Это особенно было у немцев, которые Ну, как вот Фольксвард Сэм Он критиковал Диодора И прочие профессора, как Мандесом Тоже из Новороссийского, кстати, университета Не очень-то доверяли Диодору В общем, немцам уже была концепция И они подгоняли все, что им попадалось на глаза Под эту свою концепцию Вообще, теория единого источника Стала подвергаться массовой критике к концу 19 века Наиболее ярким представителем этого направления Был Ваксмут, который называл Диодора Компилятором, неспособным на творческий подход А мысли введения к работе Считал попросту заимствованным То есть украденным и у кого-то При этом заявление автора о наличии Универсально-исторического взгляда Высказанного в обведении Ваксмут считал голословным И неподтвержденным Никаким даже местом в тексте историка В то же время Диодора начали рассматривать Как представители исторической эпохи Цезаря Августа Что особенно хотелось немцам утвердить И они утверждали И так вот закинули все эти события В первый век до нашей эры И в первый век нашей эры Оттуда все вот и строится Все, что не попадает, закидывается В это все русло закидывается намного дальше Вглубь страны, события, народы Обычаи, которые невозможны Мол, в это время Все и закидывается глубоко в прошлое Или наоборот Даже самые негативные Придвигают к нам И объявляют то варварством, упадком В общем, немцы постарались Сделать историю таковой Каковой мы знаем И каковой по традиции англосаксонской Она нам представляется Также, вероятно, и с Диодором Поработали хорошенько в этом направлении Перед тем, как его нам предъявить И напечатать Например, в 18 веке Ну и завершим обзор Тех представлений о Диодоре сицилийском О официальной истории, историографии Именно тем, что основной вывод был таков Что Диодор был в оппозиции Развивающейся Римской империи И, как говорится, это все воплотил В неком своем литературном сопротивлении Основным тенденциям и взглядам Которые, ну, даже, например, у того же Страбона Можно увидеть и прочих историков римских Как Тетливих и более поздние Плутарх и так далее Диодор, в отличие от множества своих Современников Вывод такой Не разделял проримскую позицию И, вероятно, отрицательно Относился к римскому империализму То есть, священно-римской империи Германской нации Тогда зарождавшейся в конце Средневековья Но еще бывшей частью Великой Гран-Тартарии Но это все гипотезы Как наши, так и, можно сказать, всех этих историков Которые куда-то закидывают этого Диодора Отношение Диодора к римлянам не отличается от отношения к другим Описываемым этносам, если так разобраться У всех есть и положительные, и негативные качества При этом историк не находит какого-либо исторического обоснования Возвышения Рима Мы тоже не находим, скажем так, потихоньку и шепотом Потому что Рима как такового возмышления не было Ни в то время, ни позже В рамках своей же концепции И это некоторым образом было вот и воспринято Как сопротивление римской политики Вполне возможно А Ромеи, которым, и Ромеи, которым был Диодор Причислен, скорее всего, постарались это укрыть И представить Диодора таковым Каковым мы его знаем А также знаем его как противника рабовладения А было ли это рабство вообще? Но не важно Итак, одноэмоциональное отношение Автора к подаче соответствующего материала В исторической библиотеке Также находят как представление и провозглашение Принципа равенства И у него, описываемых в идеальных обществах Нету ни частной собственности, ни рабства Ну вот на такой вот этот Великий историк античности Или по-нашему позднего средневековья Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok